Всем привет, начинаем новый влог, и я так в домашнем виде помыла голову, сделала масочку сегодня, пока Саша спал, встала я в пол восьмого, Саша спал до девяти, муж уже побежал на работу, вот, и сегодня дела домашние, и мы еще хотим сходить на пробное занятие, на детскую гимнастику нас пригласили, Саша машину включил, вот, сейчас пойду высушу голову, в общем, до шести надо все успеть, а к шести мы пойдем на гимнастику, и если вы любите домашние влоги, оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Здесь у меня вот такая вот, что-то случилось, здесь у меня вот такая сайда на два килограмма, сейчас пойду шерстить интернет, как ее вкусно приготовить. На завтрак у меня яйца в кабачке, кольца кабачка, обжарила с одной стороны, перевернула в белое яйцо, и для готовности довожу, я не люблю желток, когда он растекается, поэтому у меня подольше жарится. Колбаски немножко положила в яйцо, и сверху сыр. Такой завтрак у нас. Посмотрим, будет Саша кушать или нет, если нет, муж скушает. Привезли из деревни виноград синего, тут у меня не хватило немножко, и один лоточек сушится. Попробую, если что, винограда много, я вам показывала, будем сушить. А еще сейчас сварю компотик, вернее, уже сварила, все, он закипел, я его выключаю. Здесь у меня яблочки и виноградик, тоже все домашнее. Сейчас у нас Сашка наконец-то стал пить компот и хорошо, поэтому компот у нас дома не переводится, всегда варю. Ну, искала-искала я рецепт сайды, решила просто ее замариновать и запечь под овощной подушкой с луком и морковью. Сейчас сварю борщ, у меня здесь на кости индейки, значит, картошка с капустой и кусочек свеклы для цвета. Здесь зажарка лук-морковка, кетчуп домашний, сейчас буду снимать. И уже подготовила свеклу, натерла. Тоже буду не тушить в сковороде отдельно, потом все соединю. Не показала вам рыбку, в общем, вот она. Значит, рыбу замариновала, она у меня где-то час в специях помариновалась. Затем положила на фольгу, сверху лук-морковь натертый и закрыла фольгой, завернула и в духовку где-то минут на 40. Очень вкусно сайда. Такая сухая получается. У меня муж как раз любит именно такую сухую рыбу. Вот такой борщ уже налила Саше, он остыл, сейчас Саша будет кушать. А сюда в кастрюлю добавила укропчик и чесночок. Вот так добавила свежий укропчик. Вот, все. Сейчас это отправим в мойку. В общем, была у меня пальма высокая, но она все время падала. И я разозлилась, обрезала ее. В эту надо было? Да. Ой, извини, сейчас перелью. В общем, сказал мне вот в эту вот серую тарелку ему налить суп. И черный. Это черная. Черная? Да. А мне кажется, что она серая. Она серая. Так, немножко готовлюсь к осени. Налила порядок в аптечке. Видео с хранением у меня есть. Я вам ссылочку оставлю. С тех пор ничего особо не изменилось, кроме количества лекарств. То, что уже истек срок годности, буду выбрасывать. Тут и буфет немножко остался нужным. И параллельно записываю себе в блокнот то, что нужно нам купить. Сиропы от кашля. Вот этот синупред, он растительный. Хорошо, кстати, когда насморк. Но это все, опять-таки, консультироваться только с врачом. Назевин. Здесь у нас вот асофа, когда у Саши были отиты. Атисфен тоже при боли в ушах. Потом тусикот от кашля от сухого. Капли в нос. Все это уже истек срок годности. С мая месяца мы ни разу не болели. И не ходили в сад и не болели. Вот я не знаю, связано ли это все вместе. Ну, пойдем в сад тогда посмотрим. И закончился еще у меня такой бипантен. Вообще, с самого рождения. Саши, я, по-моему, брала раньше мазь. Она чуть подороже, чем крем. Именно мазь с самого рождения мы пользуемся. Отлично справляется со всеми опрелостями. Супер! Короче, в общем, это все идет на выброс. А я буду продолжать дальше генеральную уборку. Перебрала маникюрные принадлежности. Этими щипчиками мы не пользуемся. Эти уже тоже тупые. Я купила себе новые, поэтому эти уберу, выброшу. Вот такой вот укрепитель от фитокосметик. Он уже загустел. Тут чуть-чуть осталось. Пользовалась, нравилась. Ножнички какие-то тупые. И вот этот разделитель один Сашка порвал. Поэтому второй мне не нужен. Я уже купила новый. Поэтому тоже выбрасываю. Так, навела порядок вот в этом столбике. Ну, здесь, в принципе, все просто. Здесь Саша на углу. Что-то стоит на продажу. Что-то мы еще носим. Летнее складываю. Храню вот здесь то, что влезало маленькое. Дальше здесь мои лаки. Кремики, которые в общей доступности нужны быстренько. Так, здесь маникюрные принадлежности. Здесь набор для депиляции. Ну, и внизу салфеточки лежат влажные. То есть, в основном, практически все стоя. Там у меня коробочки. Это для моих игрушек. В общем, не знаю, кто меня сегодня укусил. Но уборка движется. Перебрала всю стенку в зале. Потом я покажу. Также перемыла все бокалы, которые у меня тут стоят. Вот здесь у меня контейнеры пластиковые, крышки, термосы, контейнеры для собойки и крышки от этих контейнеров. Тоже перебрала, все перемыла. Так, что я еще? Еще столовые приборы. Снова перебрала, повытирала, чтобы все чистенько было. И вот то, что я уберу. Эту зажигалку я ее выброшу. Она нам не нужна. Сепаратор для яиц. Вообще-то, я тоже его выброшу. Потому что смысла в нем вообще не вижу. Так, лопатка. И это затычка от холодильника. Вот этот тендерайзер, наверное, по-моему, называется. Хорошо отбивать мясо, но мы им редко пользуемся. Поэтому я его подальше уберу. Ножик, потому что с собой иногда берет с собой кости порезать. И для кофемерная ложка от кофемашины. Все это уберу. Покажу. Вот здесь полочку перебрала. Здесь у меня запасной чай кофе стоит. И хлебцы. В этом контейнере печенье. Сухие завтраки. Здесь конфеты. Вчера папа Саше привез коровку. Она такая тягучая. Я ее вот люблю такую тягучую. И вот здесь лежат сухофрукты. Здесь изюм. Затем шипоник. Готовимся к зиме заваривать. Курага. И вот чай из деревни взяла. Здесь мяты и милиса. Мы сами сушили. Наши домашние из сушилочки. Тоже будем заваривать. Перебрала. Все протерла. Теперь здесь чистота. Вот. Ну и кастрюльки тоже вымыла. Весь ящик. Сложила все аккуратно. Убрала то, что мне не нужно. Завезла в деревню. У меня тут. Ну это я не сегодня делала. Это я пару дней назад делала. У меня здесь еще была вот такая разъемная большая форма. Она мне не нужна. Я ее убрала. Завезла в деревню. Ставила только самое нужное. Теперь аккуратно. Вот я еще хочу какой-то органайзер такой. Чтобы крышки поставить. Вот как для посуды сушилка. Но чтобы он был небольшой. Куда-нибудь сюда вместить. Пока ищу. Если найду, то обязательно куплю. Сделаю. Тогда уже вам покажу идеальную организацию для меня. Но пока и это мне удобно. У меня вот такой набор кастрюль. Нержавейки. Вот еще маленький ковшик от них. Три кастрюли, ковшик и сковорода. Сковороду я использую очень редко. Если только что-то потушить. Потому что на ней все пригорает. Ну вот. А кастрюли так удобно становятся друг у друга. Тут еще одна затесалась. Не из набора. Но все равно. Удобно друг у друга становятся. И супер. Мало места занимает. И набор хороший. Сейчас вам скажу. Мне это кухар. Вот. Такие. Хорошие кастрюльки. Мне нравятся. Мы сейчас ходили гулять. И купили Саше рыбалку. Кстати, очень здорово. Для моторики. Для координации. Но вот неизвестно, кто больше рад. Саша. Или Барс. Барс не дает жизни. Ну что, у тебя не получается словить? Нет. Лови давай. Тренируйся. Он из воды ее выловил. Сейчас принес мне. И она сорвалась. В общем, стоило в буслике 10,5 рублей. Ах ты хитрый. А там сейчас акция 40% скидка. Поэтому вообще здорово. Дешево. Барс прям не может как хочет словить рыбку. Вот такой вот набор. Называется веселая рыбалка. Здесь удочка и 4 рыбки. И вот мы тазики здесь ловим. Ну давай. Аккуратненько. Лови, мама. Лови. Ты же ближе к носу подноси. Там у меня машинка на заднем плане стирает. Не обращайте внимания. Ну давай. Ну не. Так нельзя. Нет, Саша. Пускай. Вот. Смотри. Поймали. Ну в общем, довольно таки непросто. У нас уже вечер. Саша тут балдеет в машине. Яблоко кушает. Ангел бэби смотрит. А у меня накопилась гора одежды. Которую нужно погладить. Вот тут. Джинсы, майки, штаны. Пакетик надо убрать. В общем, сейчас буду гладить. Сколько у нас времени? 20-30. Продолжение следует. В общем, день сегодня удался. И пора уже позаботиться о себе. Пойду сейчас в ванну, сделаю какую-нибудь масочку. Поухаживаю за собой и будем ложиться спать. Спасибо, что провели этот день со мной. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Давайте будем общаться. И всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok